Здравствуйте, уважаемые жители! Меня зовут Диква Арина, я ученица 7 класса и представляю вам свою проектную работу в создании интерактивной игры по урбанистике «Мой район». Все мы живем в городе, с домами, автомобилями и дорогами мы встречаемся каждый день. Это и есть урбанистика. Прогуляясь по Москве, я заметила множество ошибок в построении города. Именно поэтому основной целью моей следовательской работы стало создание интерактивной игры «Мой район» для детей и подростков на основе проведенных мной в прошлом году работ. В дальнейшем я планирую привлечь внимание окружающих к этой проблеме, чтобы повлиять на формирование правильного общественного запроса. Тема моей следовательской работы актуальна, так как каждому в наше время необходимо знать о способах, правилах и возможностях улучшить благоустройство. Для выполнения данной цели мне необходимо выполнить следующие задачи, их вы видите на слайде. В процессе создания игры я использовала программы для программирования, программы для создания фона, компьютера и материала прошлогодней работы. Вскрины вы видите на слайде. Вопросы состоят по этому формату. Список литературы. Перейдем к игре. Инструкции по прохождению игры вы сможете найти справа сверху. Я же для примера отвечу только на низкие вопросы и объясню их правильность. Для начала необходимо нажать на зеленый флажок. Далее на кнопочку «Старк». Какого вида транспорта должно быть больше в городе? Мой вариант ответа – автомобили. К сожалению, это неверный вариант ответа. Количество автомобилей в городе становится все больше и больше. К тому же коэффициент положительных действий равен считанным нулям. Именно поэтому гораздо экологичнее и полезнее пользоваться общественным транспортом или же велосипедами. Для перехождения к следующему опросу необходимо нажать на голубую кнопочку. Какой вид пешеходного перехода предпочитен мне в городе? Мой вариант ответа – наземный, зебра. Отлично! Это верный вариант ответа. Внеуличные переходы, то есть надземные или же подземные, делают город для маломобильных граждан почти непригодным для жизни. Люди часто перебегают дорогу в неположенном месте, дабы сократить путь. Именно поэтому на тех местах необходимо ставить зебру. Я выполнила все цели и задачи, поставленные мною в ходе работы. По результату моей проектной работы стало получение новых знаний и создание интерактивной, познавательной игры, которая уже доступна в открытом доступе. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, я с радостью на них отвечу. Продолжение следует...